18 августа 2024 год так несколько ответов на короткие вопросы короткие ответы на короткий вопрос первое пишет почему вы спрашиваете у запада разрешение куда вам бить каким оружием как насколько дальность почему вы не можете решать это самым почему вы настолько зависим отвечаю просто потому что мы это оружие не покупали нам этот ленд-лиз дают не так как в советском союзе давали во вторую мировую войну то есть вам даем потом расплатить на моды на 99 процентов так пойма за счет европейских налогоплательщиков американских налогоплательщиков австралийских налогоплательщиков поэтому вообще даже если оружие продает там кто-то я не знаю израиль какой-то несколько технологическое оружие куда-то продает вполне вправе оговаривать при продаже даже при что это оружие там не будет допустим передаваться третьим лицам или там не будет применяться там не знаю пока таки по каким-то странам не знаю насколько по странам но то что передаваться там третьим странам третьим лицам это точно есть такие в некоторых случаях контрактах нам спасибо большое миру дают это вооружение практически на халяву просто мы сейчас находимся в положении польши 39 года на которую напал там допустим фашисты напали на польшу да но польша сейчас отбивать мы украинцы сейчас отбиваемся просто нам дают мы своим личным составом отбиваемся но оружие нам дают другие страны и они конечно поскольку мы благодарны они дают нам это оружие мы соответственно прислушиваемся к их рекомендациях в большинстве случаев не во всех будем говорить откровенно это раз второе девочка мне там пишет когда будем покупать оружие там может уже спрашивать не буду тому по моему сейчас уже не особо спрашивают хотим бы посмотрите этот заход на курск девочка пишет рассказывает мне что у нее брат в вагнерах там он ранен и он так он видел сколько украинцев погибает вот объясните мне пожалуйста это просто не первый раз типичный такой обращение и там просто не просто как плохо все в украинской армии ребят я с четырнадцатого года воевал до четырнадцатый пятнадцатый воевал потом демобилизовался с двадцать второго года я тут уже третий год здесь свою вы чё думаете я не знаю как у нас в украинской армии дела обстоят плохо хорошо там то есть я это реально вижу своими глазами зачем я ваши рассказы от третьего лица блин про вашего какого-то брата который вам еще может там что-то начесал я не знаю чего понимаете ну то есть в чем смысл я знаю что украинской армии плохо что хорошо я воюю за украину и как бы я не хотел бы оказаться в советской армии российской если сравнивать да как у нас в украинской армии относятся там командиры к нам относятся я сержантом какие отношения с командирами какие отношения с людьми меня украинская армия вполне устраивает куда лучше я получена гражданки был но блин поскольку приходится защищать свою страну от этих упырей блин рашистских то я предпочитаю быть в украинской армии а не в российской рашистской там или какой-нибудь еще понятно не надо мне рассказывать как украинская армия я у меня достаточно было и моих погибших товарищей и врагов я трупов достаточно осмотрелся понятно ну не надо это лишнее и потом зачем опять же зачем это мне я понимаете я прекрасно понимаю как идут тенденции просто потому что я уже уже какой там седьмой год наверное уже срочная служба потом а то теперь я тут третий год я уже в армии это я вот так выше крыши мне хватит и на меня и на сыновей и на блин там на внуков еще я прекрасно понимаю как идут тенденции что происходит я 12 числа посмотрите видеозапись сделал записал там последствия курска или что-то такое это когда так на ютубе называется я сказал что сейчас путин начнет дыры затыкать срочниками он это делает правда сегодня какое 18 он же затыкает эти дыры срочниками на мясо их пускает так или нет сколько у нас там пленных 250 как минимум только срочников потом пойдет мобилизация потом яд я подозреваю что ядерное оружие он там не побоится применить потому когда у него уже не хвост этот крыси на его будет припален он и ядерное оружие применит с ним останется так что я как бы у меня прогнозы довольно большом количестве сбываются конечно не мог предусмотреть что мы пойдем на курск это конечно наши красавцы я не знаю такие дерзкие я не ожидал молодцы так сказал да про оружие сказал про это сказал ну в общем-то ребятки следите за собой не надо давать советы украинцам что нам делать займите своей пляшевой молю от этой займите свои идущий в ад страной российской федерации лады так будет по моему лучше всего все буду украина на северное оружие